Добрый день, Полтава! С вами я, Александр Демидович. Сегодня на чашку кофе я пригласил, удалось таки пригласить, вырвать ваше время драценное, значит, Александр Юрьевич Биленький. Правильно, да? И на русском, и на украинском Биленький. Александр Юрьевич, в первую очередь я хотел бы с вами побеседовать как с депутатом. В первую очередь вы баллотировались, вы избирались как депутат. Вас избирали в каком округе, какие города, деревни? Доброго дня телеглядачам, или видеоглядачам, как это правильно назвать. Дуже дякую за запрошение, пане Александре. Это для меня новый формат, какие-то новые вызовы. Всегда интересно сотрудничать с новыми идеями. Поэтому я считаю вашу идею очень интересную, очень новую, прогрессивную и коммуникабельную. Спасибо. С приводу вашего запитания, я выбирался в Решетильевском районе. Это была половина района, самая селища Решетильевка и шесть сельских рад. Я выбирался по спискам блока Петра Порошенко, набрал 35% голосов и таким чином стал депутатом. 35% от общего количества избирателей или от тех, кто пришел? Нет. Тих, кто пришел, это тысяча девятьсот, майже две тысячи голосов. Ну а скажите, к вам как депутату часто обращаются люди? С какими вопросами чаще всего? Есть ли у вас возможность? Потому что у вас сейчас работа такая, что вам приходится, наверное, непосредственно работе больше времени посвящать. Но вот как к депутату обращаются люди? Конечно, мне простейшая с точки зрения, что совмещающая посаду главы областной рады, я все-таки проживаю в Решетильевском районе и каждого дня я бачу себя своими земляками, поэтому мне не нужно проводить каких-то зайвых рабочих поездок. У меня рабочая поездка каждого дня, там, зранку чи вечера, когда меня бачат, тоди задают вопросы. Их очень много, действительно. Основная специализация – это уровень жизни человека. На жаль, он очень низкий и поэтому самая часть вопроса – это с приводу материальной помощи. Материальная помощь. Люди непосредственно приходят и просят конкретно денег, я правильно понимаю? Да, да. А как вы на это вообще смотрите, как вы реагируете? Ну, я понимаю, что у вас не безразмерный кошелек, несмотря на то, что у вас есть определенные финансовые достатки без вопросов, но весь мир не обогреешь. Как вы вообще реагируете на это? Правильно это, неправильно, хорошо, плохо? Понимаете, сначала слушаю человека, потом уже думаю, что это правильно или неправильно, потому что, в первую очередь, это допомогти, или реализовать ту потребу, которая отходит от самой человека. Для меня неважно, это директор какого-то потужного завода, или просто мой сосед, который живет рядом. Проблема такая у людей одна – поліпшить свой стан житловий, какие-то умовы, какие-то, какие-то, найти кошти на лікувание. Досить різный спектр питаний. Тому стараюсь спочатку проговорить с людиной, а потом уже для себя сделать действенные висновки, что социалкой мы не можем наполнить витратную часть бюджета. У нас, на жаль, нема бюджета развития. Фактически нема. Нема инвестирования в здоровье, нема инвестирования в социальную часть життя человека, нема инвестирования в инфраструктуру, в коммуникации. Как у главы областного совета, у вас есть возможность влиять каким-то образом на эти процессы? На жаль, посредково. Но если мы берем Решетилевку через Решетилевский район, там свои представительские органы местного самоврядувания. Селищная рада, районная рада, сельская рада – они субъектами, на которые мы не имеем никакого влияния. Так же, как и областная рада в Полтавской области. Но пока это особистые контакты. Чаще всего? Да. А вот, скажите, люди чаще всего, как обращаются? Ну, я вот по городу в основном сталкиваюсь, они не задумываются, кого избрали, куда, значит, и не задумываются, есть ли у них районный депутат, есть ли городской депутат, да, территориальный их, они раз приняли решение, надо делать крышу, они идут непосредственно к меру, к заму мера, они перескакивают, как бы, вот эту процедуру, перескакивают этих депутатов ниже уровня. У вас то же самое происходит? Абсолютно то же самое. Те же самое. Когда они видят человека, они понимают, что это шанс решить свои вопросы. Чи это будет сельский глава, селищный, глава областной ради, глава областной администрации. Они считают, чем выше посада, тем простее будет решение того или иного вопроса. Ну, это такая традиция, мабуть, уже у нас, когда стукают внизу, и никто не отвечает, они перескакивают несколько этапов, и тут уже... Может, надо как-то заниматься просвещением людей, избирателей, чтобы они понимали, почему. Потому что довольно часто, я наверняка знаю точно, что и к вам обращаются люди перескакивая, хотя эту проблему можно было бы решить на более низком уровне. Может, как-то то ли посредством газет, как-то радио... Людям надо доносить же, наверное, эту информацию. Ведь если все придут к Александру Юрьевичу Беленькому, во-первых, поток информации ошеломляющий будет, которую он просто переварить не сможет, и решить все проблемы, как соответственно не сможет. Не думали об этом? Я думал, и навіть колись ми обговорювали на певних круглих столах, которые стосовались представительского органа влади, и тут есть на рижнем камень відповідальность депутата місцевой влади. От за что он взагалі відповідає? Депутат районной ради, наприклад. Его выбрали по списку чи мажоритарщикам, как это было в минулому законодавстві. Но ступень відповідальности вона така дуже розмита. Если человек конкретно не ставит в своих предыборщих планах пунктах, за которые он хочет реализовать, то взагалі до этого человека не имеет никаких претензий. Так он голосует за бюджет, так он голосует за какие-то видыленные коштей, субвенции и так далее. Но есть еще персональная ответственность. Все же любят коллективную. В коллективной немає людей, которая несет ту или иную ответственность за свою работу. Они все вуалюються в каком-то органе. Чи районна, чи сельская. Сельская рада взагалі там одиниці активно. Поэтому есть певная проблема з донесением до людей функций. Чим займається адміністрація, областная рада. Если есть в посадовых инструкциях название «голова», то означает, что он решит какие-то вопросы. Не важно, что они не относятся до компетенции того или другого органа. Мы стараемся это сломать. У меня там уже, мабуть, 15 поездок было по области. Я стараюсь людям донести и размеживать ответственность. Потому что те же самые, например, объединенные громады. Областная рада, на жаль, в цьем процессе очень мало принимает участие. Мы затвердили перспективный план минулого года за минулой каденцией. И начебто все. Так мы стараемся помогать. Так мы стараемся через конкурсы подтягивать эти объединенные громады. Но какого-то прямого вплива или прямой ответственности у нас нет. К сожалению, что есть, то есть. А скажите, мы последний раз с вами виделись в Макуховке. Буквально на днях. К сожалению, вы до конца не смогли быть. Я отлично все понимаю. Хотя я слышал там разные разговоры, что вы избежали и все. Но я загодя знал, что вы долго не будете. Тут ничего для меня удивительного не было. Как вы видите выход из этой ситуации, я почему задаю вопрос. Честно говоря, я не увидел диалога между властью и громадой. Громада выставляла претензии. Все в прошедшем времени. Вот то, вот все, вот пятое, вот десятое. Конструктива я не увидел, к сожалению. Но если я там, например, слышал, что Геннадий Секалов, например, что-то конструктивное говорил, то остальные, как бы, я так и не понял, чего они хотели. Я слышал одно – закрыть свалку. Но номинально, по моему мнению, вопрос не решается. Почему? Потому что закрыть свалку – это не значит, что она одним щелчком растворилась. Это на многие десятилетия, наоборот, растягивается сама ситуация. Как вы видите выход из этой ситуации? Когда мы меня запрошовали на эту нараду, трошки был другой формат, ну, не следом меня. Я приехал туда слушать. Слушать, то, что мне дали первое слово, мабуть, это было из разреза того, что я попереджал, что там обмеженный час. Мне хотелось в своем таком невеличком выступе, коротеньком, мне не рассказать про то, как мы швидко это приберем, а рассказать про те, что мы хотим найти вариант выхода из ситуации на стадии ответственности. От, доброе, давайте відштовховаться, где находится эта свалка, кому она належит, кто должен быть инициатором. Инициатор не хочет или не может, не знаю, какие у нас важные для того, чтобы повпливать на этот орган коллективный инициатором, которым она належит эта свалка. И я немножко там чеплялся, что у нас есть уникальная нагода инициатором, чтобы решить вопрос о свалке, на жаль, на житті и здоровье. На несчастье там. Инициатором, как инициатором, у нас есть Синчатором, инициатором, 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 Какие вы выводы сделали? Я почему задаю вопрос? Я не увидел, еще раз повторюсь, я диалога не увидел. Я видел власть, которая... ...чи фаховців, чи представників певних компетентних чи некомпетентних органів влади в одному місці і задати якесь питання, яке є наріжним. Саме шкідливості у сміттєзвалища. Я в таких ситуаціях трошки йду інакше. Я збираю людей, які 5-6 людей, щоб це не було мідингом, щоб це не було, знаєте, перетворенням якесь шоу. От ми зібралися в 6-5, ми можемо конкретно вирішити питання, тому що немає камер, немає якогось піару зайвого. Є конкретика і є конкретні відповідальні. Для мене це найкращий формат. Коли вже є структура, це можна виносити на загал. А проговорювати всі нюанси спочатку самого, коли 96-го року виділена земля, вона вже не в Ковалівській сільській раді, і знову починати заново, мені здається, це є там вже давно прийшли. Тут треба переходити до конкретних кроків. Конкретні кроки, як на мене, це все-таки залучення іноземних інвестицій. І що? Закривати свалку? Просто чисто ваше мнение, як людина, який обладає определеною інформацією, як ви вважаєте, закрити її, в іншому місті нову свалку організувати, либо тут залишати відкриті і ставити тут яке-то підприємство переробаюче? В будь-якому випадку потрібно ставити підприємство, яке знівелює те, що зараз є. Здесь? Да. То є це неизбежно? Конечно. Понятно. Скажіть, следующий вопрос такого характеру. Вчера мені звонили з Лубнов з Сулой, з рекой, великої несчастья. І я вспомнил последнюю сесію к выделіній деньг, коли мені очередна була. І мені тоді заінтересував такий питання. Відділялась допомога на кількість мільйонів гривень, до цього теж були відпущені вже средства, да? Ось ці средства, які до цього були відпущені, це фонд, як він формирується? Формування цього фонду? Зрозумію. Запитання. Це резервний фонд. На випадок якихось ситуацій, які були, наприклад, вчора... З обласного бюджету. Как часто? Відповідно до необхідності. Тобто, ініціатор наповнення – це виконавчий орган, обласна державна адміністрація. Вона подає до обласної ради розрахунки, відповідно до яких вона вважає за необхідне, виходячи із минулорічних потреб, ну, наприклад, 13-му, стільки-то бійшло, 14-му, стільки-то, вона виділяє певні... пропонує виділити певні кошти. Депутати за це голосують. Ми наповнені 9 мільйонів гривень в бюджет, і ці кошти були відразу переправлені. Перейдя в кільмісті. 7 мільйонів. Далі, ми розуміємо, що по розрахункам ми не витягуємо закрити проблематику, ми зібрали позачергову сесію, знову ж таки, подання від обласної державної адміністрації на суму. Обласна рада фактично голосує за то, щоб поповнити фонд. І знову фондом користується обласна державна адміністрація. Ми наповнюємо цим фонд цими коштами. А вони оперативно управляють. Я зрозуміло. Вопрос, я от об'ясню, к чому. Вивощайтесь, який кофе. На даний момент цей фонд пустий виходить. Я правильно розумію? Ми додали туди 9 мільйонів. Це означає, що відповідно до потреб там залишиться мільйон, мабуть. Але для області це нічто. Не дай Бог, зараз, де-то щось відбувається, фонд пустий, і ваше дійсно далі. Собирайте неочередну сесію для прийняття рішення. Я ще раз кажу, не дай Бог, де-то щось відбувається. Дивіться, пане Олександре, у нас є вільні лишки нерозподілені. Саме від них пішли оці 9 мільйонів. Тобто треба розуміти, звідки ці кошти взяли. Я зрозуміло, я ж от о чому спрашиваю. З вільних лишок ми могли залучити 9 мільйонів. Зараз у нас буде перевиконання по півріччю. Тоді у нас буде коштів більше. Майже 100 мільйонів у нас буде перевиконання. В тому числі ми можемо поповнити з цих коштів, знову ж таки, резервний фонд. Я понял. Саме головне звідки джерелу. Мене дуже обеспокоило вот що. Откровенно скажу, коли я услышав, що коли случилось несчастье, приїхали київські бригади строити крыши, я немного був в шокі. Почему? В Києві є безроботиці, випросів немає. І в Полтаві є безроботиці, і в Кременчугі, і по області є безроботиці. Почему не було прийнято рішення привлекати якісь компанії, організації іменно внутрі обласного порядку? Почему? Потому що, опять же, виходить, ми оплачуємо роботу людям, вони беруть ці гроші і ввозять в Київ. Тобто вони не внутрі області обов'язуються, а уїхали вже. Мене це немного смутило. Я розповідуваю про ситуацію. Це працівники Баришівської зернової компанії. Баришівська зернова компанія має свої землі на території Чорнухинського району. Виконує обов'язки керівника в Чорнухинському районі Стасовський Василь Іванович, депутат обласної ради. І саме він взяв людей безкоштовно. Ці люди не отримують жодної копійки. Це волонтерство. Було озвучено 200-300 гривень в сміну. Це плати він особисто із зернової компанії. То есть это к бюджету никакого отношения? Нет, жодної відношення немає. А, ну если так, понятно. Что там сейчас происходит? Потому что вчерашний звонок меня расстроил. Говорят, к реке не подойдешь. Я позавчора був на Сулі, трошки нижче. В районі Оболоні Семеневського району. Вже спустилося по течі і навіть туди. Дійсно, і задоха пішла, і риба. Ситуація критична. І телефонували депутати Лубинської районної ради з вимогою зібрати позачергову сесію. Ми можемо зібрати позачергову сесію. Але коштів у нас фізично зараз нема. Ось тільки пройде півріч, а ми побачимо, скільки у нас є коштів, ми відразу зможемо надіслати кошти до резервного фонду, а звідти вже підуть на локалізацію цієї катастрофи. Звичайно, ніхто чекати не хоче. Тому і МНС, державна служба із надзвичайних ситуацій вже займається цим питанням. Зараз пробують це зробити шляхом, скажімо так, місцевими силами, своїми. Получається? Ну, вам же дзвінок пішов, то, мабуть, не виходить. Скажіть, такий личного характеру питання, зв'язаний непосредственно з вашою роботою. У вас часто обманувають чиновників? Постійно. Для мене це дивина. Чесно кажучи, коли я приїхав до себе на батьківщину працювати, трошки по-іншому я вибудовував свої відносини із людьми, із бізнесом, із тими ж самими чиновниками. З точки зори, якщо людина дала слово, ну, повинна його витримати. Або сказати, що я не можу на якомусь певному етапі, а не в результаті, коли вже є фінал, а тут ми розуміємо, що хтось десь кося. А у вас є якісь важелі з такими чиновниками розговарювати, більш жорстко, наприклад, уволити, наказати в якій-то формі? Потому що обман чиновників, він сплоші рядом. Якщо це компетенція виконавчого органу, звичайно, ми не можемо це зробити. Це трошки інша вертикаль. Але в нас є важель, мені здається, важливий, це прийняття положення про призначення конкурсів, керівників, які ми прийняли на попередній сесії. Тепер обласна рада напряму впливає. Ми формуємо конкурсну комісію, ми формуємо керівництво, ми проводимо ці конкурси, і ми сесію затверджуємо їх. Тому, трошки змінивши правила гри, тепер обласна рада має повний вплив. Саме головне, щоб ми його довели на справи. Про що я хочу сказати? Про те, що якщо чиновника призначили на роботу, ми повинні зрозуміти, що він зробив за цей період своєї діяльності. Якщо в нього три роки було, покажи, що ти зробив за три роки. Отримання заробітної плати, я теж її отримую. І хтось інший її отримує. Але потрібно прозвітувати. І коли я приходив на роботу до обласної ради, зібравши апарат, я сказав, «Друзі, я поважаю вашу роботу, але мені потрібні ідеї». Якщо немає ідеї, це значить, людина просто ходить на роботу і виконує якісь певні свої функції. Ідея – це рушійна сила. Це перетворення. Це завжди якісь нові грані цієї людини. Навіть. Її потрібно трошки розкрити, трошки підштовхнути. А ви з саботажем часто сталкиваетесь? Це як следствие лжи чаще всього. Зараз потім не. Я був. Показі не. А скажіть, є славноизвестний мост, який переделую. По моєї інформації, странна технологія производства цього моста. Т.е. Спеціалісты, які раніше займалися мостостроєю, вони применяли различного роду технології, гидроизоляція, матеріалів якісь. Мені позвонили і сказали, що там щось цього якось обходять 10-й дорогою. Просто бетон. Тобто я не хочу вникати в технологічні процеси, тому що я плохо в цьому розбираюся. Ви готові к тому, що вас обманули? Що цей мост, наприклад, просуществує, ну, предположим, 10 років. А далі? Як мені розповідали спеціалісти, знову ж таки, де відбувається обман? Обман відбувається не тоді, коли хтось виграв тендер і вже його реалізує. Обман відбувається, коли розробляється технічна документація. Там вже закладаються відсотки на откати. Тому тут саме головне, щоб ці ситуації не постраждали люди. Саме головне. І тому те, що ви сказали, я просто собі вже занотував. Я б це не сказав. Для самого цікавого. Чисто для себе інтересно. Тому що це достатньо глобально, перше. Вторе, це бюджетні средства, це діньки народу, це люди, налогоплательщики тратять. І це безпеки життя. Саме важливе. І одне із того, щас я підхожу немного ко второму вопросу, к следующому вопросу. Вопрос водоканала. Для полтавчан он очень больной. Тому що? Тому що є ряд міст, де водоканал в тому році проводив роботи, вроди б ефективно все, робили коллекторні соединення, все на моїх глазах є, я можу вам даже показати. Вроди б в тому році за весь сезон зробили по Кацюбинського коллектору, все хорошо. Засфальтировали. Весна прийшла, асфальт почав уходити вниз. То есть на данный момент я реально понимаю, що год-два і там вже проїхати невозможно буде. Даже на джипі. І я понимаю, що во многих таких містах, де водоканал работает, впоследствии город за свої гроші починає рішати цю пробліму. Не водоканал. Водоканал вже уходить в відказ. Водоканал, ми самі знаємо, це ч'є підпорядкування. Це далеко не город, к сожалению. І получается водоканал натяп-ляп сделал, г процедалі вже потім розробляє ці проблеми. Як ви взагалі на проблему водоканала у нас в Полтаві? Кіе методи від від覺得 від 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 ці ситуацій? Від від все-таки на сьогоднішній момент, от по тому місту, як я сказав, реально, к кому мені йти? К мэру прийти сказати «Александр Федорович, там проблема, давай решай». Но как бы морального права я не имею. Почему? Потому что Александр Федорович, я к нему не ходил, но я более чем уверен, он сказал, так это водоканал. И он по-своему будет прав. То есть мне реально надо идти в область. Кому? Похоже, к вам. В том числе, хотя оперативное управление все-таки находится не в нас, не в власнике. Тут проблема очень глобальная. Взагалі, что такое водоканал, где он находится и какие еще места, селища туда входят. Если бы это было только Полтава, то можно было бы передать на баланс. Но сюда входят еще несколько районов Полтавской области, которые поблизости Полтавы находятся. И фактически для того, чтобы они взяли на себя этот, можно назвать его зашмургом, бюджетный, они боятся и они очень не хотят этого делать. А когда идет передача майна, команда должна его взять. Они должны на сессии проголосовать, что они это майно хотят забрать до себя. Поэтому в этой ситуации мы можем только сделать единое. Забрати его из оперативного управления, это нужно создавать какой-то подобный орган в себе, в областной раде, как управление коммунальным майном. Фактически, мабуть, оно готово для того, чтобы взять на себя певные функции одного из департаментов, в том числе и ЖКХ. Но когда это будет, если будут выполнены, это будет значительно простее. Если это будет выполненный комитет, созданный в областной раде. Если мы говорим про сейчас, то все вопросы, конечно, стоит. Это раз. Другой, ответственность. Мы очень либеральны. Украинцы очень либеральны с точки зрения того, что мы говорим, что должен быть закон, но когда человек пришел на голову, скажет, что извините меня, я помилился. Мы разрушаем ему все. У нас нет ответов на законодательстве, на наших потреб, на наших请ликов. Мы хотим, чтобы был закон, но самим его постоянно порушиваем и позволяем это сделать все другие. Потому что когда есть проблема водоканалу, мы даже думали про другая. Проходить труба водоканалу по территории места. Как мы думаем, платят что-то водоканалу, место заточения? Это же фактически земля-меська. Стоять опора того же самого теплоэнерго, труба теплоэнерго, облэнерго, опора электричная. Чи платят они за землю, на которой стоит ця опора? Ні. Я говорю зараз про те, що в данной ситуации відповідальность должна быть у всех. И в природных монополистов, и в керевниках тех самих комунальных предприятий. И у нас будет джерело напомнение бюджету, если раптом так станется, что мы заставим полтаву облэнерго платить за те самые земли, на которых стоят его стовпи. Это так, очень далекий экскурс уже наперед. А если взять само предприятие полтава водоканал, они постоянно у нас просят деньги. И когда мы их не даем, они мучены брать кредиты под свое майно. Неужели у них вообще не хватает денег? Дело в том, что, смотрите, они к вам приходят, просят кошты. Город заносит им хвосты. Ну, все-таки львиный процент их хозяйства в Полтаве. Там город перекрыл, там вы перекрыли. А сами, что у них, тарифа не хватает. Я правильно понимаю? Ну, это обычная проблема. Низкие тарифы, вся эта история понятна. Они молчат. Я хочу повернуться до ответственности. Мы же хотим отримать послуги и не завжди хотим за это платить. Тому в них дейсно есть трошки проблем с заборгованностью. Люди им должны? Да. Я не скажу, что это критично, но люди им винны. Люди стараются отримать ту же самую воду, там, обхит лечильника. Бува таки, бува таки. Не, это бывает, но это настолько низкий процент. Все-таки мне кажется, сколько я знаю с людьми общаюсь, очень много общаюсь. Не подумайте, что я хочу перекласти на людей ответственность за работу Полтава водоканала. Абсолютно не. А вообще, как вы смотрите, я понял, вопрос очень сложный. Существование коммунальных предприятий, как вы к этому относитесь? Это должна быть або приватная власть, або должна быть какие-то паратетные условия между бизнесом и... Хорошо. Водоканал приходит Александр Демидович с кейсом денег, на счету немерено денег. Хочу купить водоканал. Как вы считаете, стоит ли продавать водоканал? Ну, только кейс коштей сам по себе не будет. Складовое принятие решения на користь вас. У вас должна быть какая-то история. Успешная история. С хорошей историей я пришел. Я за. То есть, вы спокойно реагируете на то, что в частные руки он перейдет? Да. А скажите, вот эта ситуация сейчас обленерго, все-таки оно в частных руках. Я правильно понимаю? Полтава обл... Чи наше? Да, да. Нет. Полтава теплокоммун... Обл... А обленерго? Да. Звичайно. А смотрите, получается какая вещь. Я слышал такую фразу. На Макуховке готовы ставить перерабатывающий завод, да? И вынимать оттуда газ, превращать его в электроэнергию. Но продать его не могут из-за того, что обленерго это в частных руках и как бы... А там есть... Там... Механизма нету. Не, механизм нет. И обленерго не хочет покупать эту энергию. Это иншая ситуация. Механизм есть. Мы знаем про ГЭСи, так называемые речка, которые продают те же сами. Да. А вот здесь с Макуховкой что? Это может быть персонали, которые не хотят это делать. Такое может быть. И ничего мы с ним сделать не сможем. Но у нас, в целом, есть регулятор НКРЕ. Я сам особисто зіткнувся в ситуации, когда мне наруховали певную сумму коштей за подключение до мережи электроэнергии. Когда я вернулся из КАГУ НКРЕ, эта сумма была изменена в четыре раза. Я сам особисто зіткнувся. Но тут уже ответственность самого регулятора. Насколько ему это цікаво? Насколько он хочет реагировать на проблемы какой-то бабуси в каком-то селе? Сказать, что можно разорвать городовый узел, это тяжело. Но природные монополисты не должны себя так вести. Они не должны шантажировать, что они отключат газ. Они не должны блокировать казначейские рахунки. Это хорошо, что они пошли на поступки и пролонговали выплату цего борга, полтора миллиона, на какой-то период. А если бы это была другая человек с другим видом, мы ему сказали перекривай, он перекриет. У нас просто реалии и керевники, возможно либеральные. Все к либеральности и безответственности все сходится. А скажите, я немного упустил из вида вопрос газовых месторождений в области. Что там сейчас происходит и на какой стадии все? Что касается областной рады. Пока мы отмолваем всем, которые хотят получить погодение от областной рады. Я не скажу, что мы против них. Я хочу, и депутаты хотят. Это одностанность, вы можете увидеть результаты голосования. Мы хотим честных правил. Честные правила, это в том числе и история, которую должна показаться компания. У всех на устах СНЧ. Если Укргазводобудование хочет получать погодение, нехай наведет порядок с тем, что у него сейчас есть. Нехай наведет и покажет, что мы действительно почули депутатов, мы почули громаду. А пока там ничего нет, мы не будем давать никому погодение. То есть сейчас такое противостояние, кто бы выдержал больше, да? Кто пиде перший на встречу. Так, областная рада иди на встречу. А мы пропонуем кроки. Подготовьте социально-экономические договоры. Укргазводобудование подготовило на 19 млн. Они уже подпасали его. Это выделение денег, соответственно, до этой суммы, именно тем регионам, которые потребуют ремонту дороги. Но 19 млн. вы с ней согласны с этой цифрой? Тому областная рада и не является участником этого процесса. А как вы видите сколько? Ну хотя бы давайте так, конкретно в цифрах тяжело говорить. В процентном соотношении. В процентном соотношении. В процентном соотношении. Я сейчас не могу сказать, что такое 19 млн. в процентном соотношении. Вы это закрыли. Я думаю, что мы должны быть точными той сумме, которая сейчас есть в парламенте в виде законопроекта с приводу 5% ренты, выдобывания газа и чтобы эта самая сумма осталась на территории. А так вы думаете распределялось, чтобы эти 5%? Однозначно, они должны идти на территории, где находятся самые скважины. Я думаю, 2-3% точно. Все другие должны тоже напомниться областным бюджетом. В принципе, я солидарен. Я слышал эти цифры. То же самое. Неоднократно. Скажите, у нас в жизни с вами мы сталкиваемся, и вы в том числе как депутат сталкиваетесь, я как по своей работе сталкиваюсь довольно часто, со страшной проблемой нездоровых детей. Детей с ограниченными возможностями, детей с приобретенной болезнью онко. Я третий год занимаюсь этими вопросами. Я довольно часто депутатов высокого уровня об этом спрашиваю. Это страшная проблема. Например, онкобольные дети, когда попадают в эту кабалу, родители продают все. Это жуть. Волонтеры помогают. Как вы видите эту проблему и выход из этой проблемы? Все-таки эти люди довольно часто нуждаются в ошеломляющей помощи. Я просто почему? Я в 14-м году волонтер стал и столкнулся с этими вещами. Сейчас в разовой помощи я не помогаю. Я объясню почему. Я был очевидцем страшного зрелища, когда приходят волонтеры, помогают ребенку. У ребенка планшет, то-се, ему помогают все. А на соседней кровати лежит сирота, ему никто не помогает. И я реально понимаю, я вижу в глаза этого ребенка, и я себе сказал, либо всем, либо я не могу иначе. Нехорошо так. Сейчас вы депутат достаточно серьезного уровня. Я не говорю, что вы можете сделать все. Мне просто интересно, как вы видите эту проблему и видите ли вы вообще пути выхода из этой проблемы. Потому что эта проблема очень жестокая. Действительно, когда хвороба чепляет дитину, я не могу стоять о стороне этой проблемы. Дорослый – это одно. Дитина – это совсем другое. И у нас, если мы говорим про детей-инвалидов, зареєстровано, здаясь, 4,5 тысячи таких детей. Что может область в этом вопросе? И что мы уже делаем? Так у нас есть одноразовая помощь по тысяче гривен для семей. Так у нас есть помощь до 15 тысяч детей, у которых тяжкая форма цієї хвороби. Те или иначе. Сказать, что это решит вопрос? Нет. У нас система надания медицинских послуг, она даже не на уровне плинтуса. Я считаю, что ее нет. Я считаю, что это на полмена, в которой мы стараемся обходить и показать какие-то хотя бы элементы медицинского обслуживания населения. Если говорить про страховую медицину, стартувати, мабуть, не те, что рано, это нужно делать, но за других условиях. Когда человек не может финансировать свой страховый полис, тогда вообще нет смысла начать какую-то масштабную деятельность в этом направлении. Або это должна быть государство или регионы, или, я не вижу, или государство должна брать 100% финансирование и поддерживать его. Вот наведу приклад, третий раз от этой темы. Какая идея, чтобы хотя бы ввести на площадь публичности продаж, не продаж, а отримание лікарских препаратов людьми, которые потребуют этого, и когда леки закуплены из бюджета. Есть лекарь, если человек приходит туда, и ему нужны какие-то леки, ему говорят, что он аптека, ты туда сходи, купи, и тогда мы тебе сделаем какой-то курс. Когда человек заходит в реестер, и видит, что из государственного бюджета или общественного бюджета на эту лекарню этот препарат надошел, и он есть в наявности, и он может это посмотреть в электронном виде, то это совсем другая история. До чего мы идем? Мы хотим створить этот электронный реестр каждой коммунальной лекарни, чтобы человек приходит и видит, что есть в наявности, чтобы его не посылали в те же аптеки. А те же аптеки являются фактически супермаркетом. Там уже никто не порадит ничего. Я не говорю про аптеки «Плотова фарма». Это иншая история. Там инши фаховцы. Когда я приходил, запитываю питание, они говорят, у нас есть препарат, мы можем его вам купить. И дают одну-две поради, не больше. Я против того, чтобы мы это перетворили в поток. Если это аптека, надей, будь ласка, послуги соответственно своей квалификации, если она есть. А в ней должна быть. Тому чепляюся вот таких клубок, воно одне за одне. И сейчас можно рассказать про то, что вы решите только питание надания какой-то наповнение или комплексной программы. В ней существует комплексная программа в области. Десь 7 млн грн передбачено на ці цели саме для детей-инвалидов. Або будет комплекс, або будут шатания влево-вправо. Десь кому-то помогают, волонтери помогают, батьки продают майно, сусіди помогают родичам. А потім, на жаль, дуже часто дитина помирает, навіть коли батьки стоят уже браками, продавши все. Это все тоже у меня каждый раз, во время личных приемов, процентов 60 всех вопросов, в том числе и детки. Очень серьезный процент. Я не ответил четко на ваши вопросы, но у меня есть прагнения. Я прекрасно понимаю, что вам тяжело ответить на этот вопрос, и не только на этот. Почему? Потому что я задаю, я ищу таблетку, да? Я ищу окончательное решение. А вы его не можете выдать. Почему? Потому что вы связаны по рукам определенными рамками своих полномочий. А не всегда вы их можете исполнить. Вы же не можете сказать бюджету вот отсюда, отсюда, да эту сумму денег. Мы можем выделять эти деньги, но распоряжаемся не минимум. И мы выделяем деньги, соответственно, потреб, которые нам предлагает выполняющая гилка влады. Как вы чувствуете, областная рада, там куча фракций. Десять. Десять. Цифра. Очень чувствуется присутствие десяти фракций, и насколько проблематично приходится решать те или иные вопросы? На начале это было очень проблематично, потому что и для меня, и для депутатов, у которых 75 новых у нас в этой каденции, первый период, такой, знаете, ознайомливающий, був важковатый. Мы притирались один до одного, смотрели, кто еще хочет, какие потребности, какие прагнения, желания. Все это смешалось в такой клубок. У нас было много суммура. Сейчас, хочу вам сказать, возможно, это видно по сессиям. Мы стараемся попередньо проговорить вопросы, которые, и находить в них компромиссы. Особисто для меня, в комитетах, в погоджувальних радах, особисто для меня, мета оцей каденции, сколько там нам відмиряно, увеличить статус депутата областной ради. Потому что, звичайным кнопкодавом я ее не хочу бачить. Я не хочу бути звичайным кнопкодавом теж. Для цього ми повинні стати в один ряд из областной державной администрации. В один ряд, это мы не молодшие брати. Мы тоже принимаем участь в действиях, в распределении бюджета. Мы не ручные. Получается? Да. Честно, я хочу сказать так. А скажите, долгое время я наблюдал за всей ситуацией в областной раде с регламентом что-то, вот как с прошлой каденции был регламент принят и долгое время областной… Вон принят. Я дав слово, я витримал его. Когда? На позаминной сессии. Сколько сессий вы работали по старому регламенту? Я просто на него смотрел так и мне было интересно. Мы працювали піврока по старому регламенту. Это нормально? Это хорошо? Я понимаю, что вопрос неприятный. Честно, короче, если вы увидели какие-то проблемы с тем, что… Особо я не увидел. Говорю, как есть. Просто сам, ну для меня вопрос принципиальный. Тут была политика. Честно вам скажу, тут была замешана политика, на жаль. Скажите, у меня вот такой вопрос. Довольно часто я вижу о том, что приезжают депутаты на сессию, все, какого-то количества депутатов нету. Вы точно уверены в том, что действительно по серьезной проблеме нету депутата? Я не уверен. И как раз одна из моих вимог, моя до аппарата, чтобы будь-якая идея, будь-якое звернение, будь-якое, скажем, поведомление про сессию депутат подтвердить, что он особо про это знает. Мы не дієм через фракции. Мы діємо напрямую до каждого депутата. И для меня самое главное – зворотный связок. Так, есть ряд депутатов, которые по поважных причинам отсутствуют. Зараз тенденции летние. Дехто думал, что мы не сберем позачерговую сессию, но было больше 60 депутатов. И это означает, что им не важно, что происходит, даже в Чернохинском районе. Хотя это было одно вопрос порядка один. Мы его расследовали почти 2,5 часа. И мне важно было, чтобы не просто сразу поставить на голосование. Это очень просто. Это простая схема. Мне важно было, чтобы каждый керевник департаменту или иной службы, что он сделал в данной ситуации. Поэтому у нас трошки по часу не затягнулись. А если брать ответственность депутатов, я хочу трошки озвучить про свои желания, наступные кроки, которые мы хотим реализовать. И вообще я себя внутренне уважаю реформатором, не на загало, а так в приватных беседах. Мне очень хочется, чтобы депутат особо брал участие областной ради и Полтавской области. Будь-який мой выезд до района, это не моя особая рабочая поездка. Я всех депутатов областной ради Витория запрошу. Это можно посмотреть и по видеоматеріалах. Мы вместе проводим заседания и те же самые приемы. Все разом я хочу показать единность, не зважаючи, что там за фракция прийшла до областной ради. Не важливо. Важливо те, что мы працюем разом. Далее. Наступный крок – это все-таки перехит до электронного документирования. Как бы это не было для кого-то неприятно, для кого-то дивно, но мы должны отвечать к вимогам часу. У меня купа папер, которые я даже не стараюсь продивляться. Они лежат, мне их приносят, я их с часом прикладаю на другой стил. Только потому, что физически я не могу их продивиться, и я с ними не мобильный. Если у меня есть планшет, я могу поехать и дивиться. Но на ходу. Да, с этой пачкой папер я это сделать не могу. Поэтому идея электронного самоврядувания – это уже в нас… Мы подходим до останнего этапа. Нам уже сделали пропозиции певные компании. И мы его хотим реализовать. В чём загальний результат? Это тогда, когда депутат будет напрямую спілкуваться со своими выборцами. Не через окно персонального автомобиля, через какое-то листование поштовое. А в том числе и через кабинет. Я вас расстраиваю. Я прерываю и расстраиваю. Вспоминаю опять Макуховку. У нас нема сайтів. Правильно мужик сказал? Нема сайтів. Вот в чём проблема. Понимаете? Вы сейчас правильно говорите. То есть вы мобильно всё решаете, вопросов нет документально. Люди не видят этого. Это есть Демидович, есть ещё ряд там людей. У нас таких активных пользователей по аналитике дай бог 5% получают. А на районе ещё меньше. Вот в чём проблема. Я ж не говорю, что мы хотим у вас сделать это одно векторным рухом. Что только электронный кабинет. Второй вектор какой? Ну пока залишается старая классическая система. Приём громадян. Приём громадян теми депутатами, я вас ещё немножко прерываю. Вы уже как серьёзный политик, вы умеете много говорить. Вопрос для того, чтобы сэкономить ещё ваше время. Смотрите, я в сессионном зале прошлую каденцию отлично и часто делал репортажи о том, что нас видно, сколько пришло депутатов и сколько голосует. И довольно часто я видел, что процентов 10-15-20 этих депутатов то ли в туалетной комнате, то ли в кофе пьют. Голова там задаёт вопрос, всё, голосование. А части депутатов нету. И сейчас я довольно часто замечаю, что один, два, пять, десять. Вроде бы они в зале должны быть. Но реально их нету на месте и в момент голосования их нету. Я понимаю, мы сейчас с вами говорили об личной ответственности, всё, ответственности, всё понятно. Вы как голова имеете в ваш рычаг заставить работать этого депутата? Потому что я знаю, что есть один депутат, тот вообще всё время на балконе сидит почему-то, и себе там сделал рабочее место. И на это многие обращают внимание. Особенно те, кто первый раз приходят, ахтутся. Понимаете? То есть, ну, человек своеобразный, всё, вопрос. Ну, мне очень важно то, что он есть, и я вижу, по-видимому, он оттуда голосует. Это его проблемы. Важно, меня больше беспокоят те люди, которые просто выходят из зала и не принимают участия. Я понимаю, что там один-два человека могут неожиданно оказаться в туалете. Вопросов нету. Все мы люди. Но когда их нету пять-десять, вот тут возникает вопрос. Почему люди уходят? Они уходят от ответственности, но её как таковой на сегодняшний момент нету. Вы имеете возможность им ударить кулаком по столу? Ну, это у вас, не у вас лично, а у депутатов это безоплатная должность, да? Премии не лишишь никаким образом. Ну, они же слышат вас? Ваши требования? Или вы не требуете этого? Я навіть через микрофон просил дать протокольное доручение керевнику регламентной комиссии, Инне Леонидовне Авравенко, с приводу тих ситуаций, которые складались из так называемого кнопкодавства. Ну, можно подивиться на предыдущих сессиях, когда было озвучено, и я попросил, чтобы она выдерегировалась в належном чине. Но это, скажем так, не решит проблемы. Скажи, почему? Потом ситуация есть и в Верховной Раде. Да. Как раз от журналистов зависит очень много чехов. Все-таки депутаты областной Рады, они люди более совестные. И на них поплываю, если Александр Демидович покаже крупным планом. Вы знаете, когда Александр Беленький смотрит Facebook, это хорошо. Но когда я смотрю на областную Раду и понимаю, что половина даже не понимает, как это все делается, понимаете, они даже просто не зарегистрированы там. То, ну, покажу я. А для них это не имеет значения. Это, мабуть, не вариант, если мы будем ходить, вот так, вы зарегистрировали. Это, конечно, так, жарт. Но, опять же таки, мы получили пропозицию от одной IT-компании, которая предлагает нам модернизировать рабочие места. Мы уже заполнили полностью документы, что мы хотим видеть в подсумке этой работы. Там будет значительно подсилен ревень контроля за действиями депутата областной Ради в режиме его голосования самостоятельного. И самое главное, что мы хотим это сделать за грантовские деньги, тут не будет витратить бюджет. Мы над этим думаем постойно. Постойно мы и персонализуем работу, но и помогаем депутатам, чтобы они мали весь этот спектр послуг от аппарата, который им нужен. Поэтому мы решили как раз сближить количество выполнения аппаратов, в том числе. Ну, будем заканчивать. Вы имеете что-то сказать людям? Я хочу сказать, что жизнь не такая вещь, когда хочется максимально использовать ее для того, чтобы быть полезным. Я хочу быть полезным. Я хочу быть частью и областной Ради, и самих жителей области, для того, чтобы мы поверили, что мы люди, что мы что-то можем, что мы впливаем. И на нас нужно обратить внимание. И влада, керуючись своими действиями, я должен постоянно обратить внимание на людей, которые живут на этой территории. Я себя считаю невидимой частью организма в этой области. Поэтому я буду делать все, чтобы никогда мне никто не сказал, что я даром сидел в том кресле. Для меня это очень важно. Спасибо вам. Спасибо вам. Ну, хочется верить Александру Юрьевичу. Плохого я мало о нем слышал. В основном хорошее. Всякое, да, бывает. Все бывает. Спасибо Полтава. Будем надеяться, что депутат Александр Юрьевич Биленкий все-таки выполнит свою функцию как депутат. И будем надеяться в том, что он и дальше будет расти. И дай Бог, будет приносить пользу обществу и Украине. До свидания.